Красивые вещи, но нам бы сейчас куда более пригодился обычный стеклянный чайник. Уж очень хочется выпить чашечку хорошего чая с нашим следующим гостем. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Яблонский, владелец и управляющий компанией IT, импортирует в Израиль китайский чай, посуду и аксессуары. Более 15 лет занимается исследованиями полезных свойств чайного листа и истории чайных церемоний. Убежден, что в Израиле необходимо развивать культуру потребления чая. Поскольку именно этот напиток наиболее полезен и лучше других подходит к местному климату. Александр, я вижу, вы к нам не с пустыми руками. Расскажите нам, это вот и есть чайная церемония, все, что к ней нужно? Да, не с пустыми, не с пустыми. Мы же в телевизоре, надо показывать людям что-то. И что мы будем показывать? Это не совсем церемония. На самом деле это достаточно практичный комплект аксессуаров и посуды. Никакой церемониальной части не будет. Сразу скажу, будем четко показывать, какие бывают чаи и как их заваривать. Так давайте, что рассказывать, давайте показывать. Привез чаи, которых в обычной жизни не встретишь. Практически никто с ними не знаком. К сожалению, по определенным причинам, может быть, успеем о них поговорить. Начнем, пожалуй, с пуэра. Пуэр. Я смотрю только на это, у меня уже жажда. Давайте ускорим процесс немножко. Хорошо, вот такой необычный чай. К нему прилагается ножичек специальный для резки пуэра. Аксессуарь необязательный. Чем-то похож на нож для открытия устриц. То есть, если есть нож для открытия устриц, нож для пуэра уже можно не приобретать. Да, совершенно верно. Вот. Вот так выглядит пуэр, спрессованный в форму диска, бинча. Это прессованный чай, сильно ферментированный. Попробуем, попробуем его говорить. Александр, давайте мы сейчас прервемся на рекламу, поскольку мы уже показали, как выглядит блин пуэра. А что с ним делать, посмотрим сразу после рекламы. Отлично, годится. В студии программы «Советник» мы завариваем чай с Александром Яблонским на таком замечательных свойств этого древнего и полезного напитка. У вас вот в термосе вода есть. Она должна быть какой-то определенной температуры, чтобы у нас получился вкусный чай? Вы знаете, к сожалению, да. Для каждого сорта чая подходит та или иная температура воды, и это очень важно. Я не могу больше. Я сижу, смотрю на это, мне не терпится уже ответить этот прекрасный напиток. Пуэр. Мы его уже нарезали специальным ножичком. Специальным ножичком, стараясь не портить структуру листа, мы расщепили. Вот он уже здесь. Пуэр относится к категории чаев, которые можно смело заваривать кипятком. В этом термосе практически кипяток. Очень важно. То есть можно не проверять температуру, просто чайник вскипел и заливаем. Пуэр очень терпимый чай, да. Он готов к кипятку. Один важный момент. Первую заварку мы сливаем, мы моем чай. Пуэр относится к той категории чаев, которую мы умеем. Я уже смотрю, это не для ленивых. Сейчас люди, в общем-то, при нашей динамике жизни предпочитают все-таки чай в пакетике. И у кого есть на это время, на все эти церемонии? Боже, все-таки это слово было произнесено. Я боялся. Чай в пакетике? Я ждал этого, да. Для вас это, наверное, почти ругательство. В принципе, да нет, почему? Просто для каждой вещи есть свое применение. Чтобы закрыть тему с пакетиками, давайте представим себе шикарный итальянский ресторан. Вам подают пасту болонез на кухне, базилик, оливковое масло, шкварчат, помидоры на сковороде. И вам приносят прекрасное блюдо, которое вы с удовольствием в ресторане едите. И представьте себе доширак, да, одноразовую лапшу в пластмассу. Я уже все поняла. Все поняла. Сколько мы должны заваривать пуэр? Пуэр мы должны заваривать. Первую заварку я бы брал в районе 40 секунд где-то, не больше. И каждая следующая заварка мы добавляем по 5-10 секунд. Как и любой хороший чай, пуэр заваривать можно многократно. Я думаю, что этот конкретно не менее 5-6 заварок выдерживает. Что ж, давайте пока дадим ему настояться. А мы за это время познакомимся с чайными пристрастиями израильтян. Рядовой израильтянин выпивает 200 чашек чая в год и редко задумывается о том, что скрывает упаковка. Как правило, в ней пакетики. В них лист измельчен до состояния трухи, а от полезных свойств осталась лишь надпись на этикетке. Спрос растет, но число гурманов не увеличивается. В последние годы интерес к чаю растет. Клиенты все лучше разбираются в сортах. Ищут оригинальные, интересуются лечебными свойствами. Эпоха утреннего кофейного джанка неспешна, но уходит в прошлое. Трендом становятся более здоровые напитки. Пить чай – искусство, выбирать его – наука. Чем светлее, тем меньше степень ферментации листа. Белый, зеленый, желтый, красный, черный – именно в такой последовательности. Воздействие на организм, соответственно, тоже будет разным. Один чай сильнее воздействует на нервную систему, другой – на сердечно-сосудистую или на перельстатику. Да еще и форма имеет значение. Завариваем сегодня пуэр в чайнике, который называется цхси. По имени императрицы. Питаем, но сделан в форме женской груди. Перед завариванием чая всю посуду прогревают горячей водой – изнутри и снаружи. Пуэр заваривается кипятком, а иногда даже проваривается в кипятке. А белые чаи завариваются температурой до 60 градусов. Чем мягче вода, тем лучше заваривать. Водопроводную воду заваривать вообще использовать для заварки не нужно, если это не эйлат. Вот этот сосуд, который напоминает европейский молочник, на самом деле чаша справедливости. Так китайцы говорят. Если разливать чай из чайника, то в последней пиале окажется самый крепкий напиток. А в чаше справедливости все балансируется. Ну вот, готово. Можно пить. С тех пор, как здоровый образ жизни стал модным, все больше людей отдают предпочтение продуктам без консервантов, ароматизаторов и прочих добавок. Все большим спросом в Израиле пользуется зеленый чай. В Китае его раньше пили исключительно в лечебных целях. Раньше клиента вполне устраивал простой Эрл Грей из пакетика. А сегодня все чаще просят заварить им листовой чай. Люди хотят вести здоровый образ жизни. И многие понимают, что когда хочется взбодриться кофеином, лучше выпить чашечку чая, а не очередного эспрессо. Китайцы говорят, что чай – это огромный мир, помещенный в маленькую чашку. Каждый из нас может попробовать этот мир на вкус. Судя по тому, что нам сейчас рассказали о цветках чая, наш пуэр, который заварил для нас Александр, наиболее ферментированный. Расскажите нам, пожалуйста, Александр, какой чай более полезный – шу-пуэр, который приготовленный, или шен-пуэр, который сырой? Вы знаете, в отношении полезности для организма и для здоровья это абсолютно одинаковый чай. Это вопрос вкусовых пристрастий. Кому-то больше нравится шен-пуэр, более естественный, более близкий к зеленому чаю. Кому-то более нравится приготовленный шу-пуэр, который более крепкий, более по своей насыщенности, больше уже в сторону кофе. То есть оба одинаково полезны. Что с нашим чаем? Наш чай уже заварился. Обязательно, обязательно я переливаю его в сливничек. Это у нас шу-пуэр, да? Это у нас приготовленный. Да, это приготовленный пуэр. Наливайте. Я наливаю его в сливничек вначале, чахаю. Для чего я это делаю? В самом Китае этот сосуд иногда называют чашей справедливости. Иначе получится так. Если я вам налью первый, то вам достанутся вершки, а мне корешки. А так все поровну получается. Конечно. Таким образом чай смешивается. И теперь мы с вами будем пить, по сути, один и тот же напиток. Скажите, пожалуйста, у меня вот тут возник вопрос. Зайдя на ваш сайт, я увидела интересную для себя вещь. Да не только для себя, думаю, нашим телезрителям тоже будет интересно. Пожалуйста. Над чаем Тегуаньинь... Ох, спасибо большое, я дождалась. Над чаем Тегуаньинь стоит пометка «кошерно». Чаи тоже бывают кошерные и не кошерные? Да, безусловно. Хотя вопрос кошерности для чаев не так важен. Чай – это растение, это продукт растительного происхождения. Поэтому самое главное проверить, что в процессе его производства не использовалось посуду или какие-то средства производства, условно говоря, что чай не жарили в сковороде, где до этого какой-нибудь баран жарился. Условно поэтому представители кошерута, да, приезжают на фабрику, проверяют технологический процесс. Но по большому счету, да, в 99% случаев чай кошерен. А скажите, пожалуйста, сейчас появилось огромное количество сортов чая. Просто ставят в тупик выбор, как правильно, что лучше. Какой чай вообще выбирать? Вопрос тяжелый. Вопрос тяжелый, особенно здесь, в Израиле, когда в обычном магазине хороший чай купить практически невозможно. То есть в магазине огромные ряды вот этих самых пакетиков, о которых мы с вами говорили, то есть сплошной доширак. Что касается того, как выбрать чай и, прежде всего, персональные рекомендации. Я думаю, что если есть какие-то друзья, знакомые, которые уже разобрались в этой теме, которые могут поделиться, дать попробовать, пригласить, это первое. И второе, это фирмы, которые зарекомендовали себя, которые долгое время на рынке. И покупая чай у которых, вы, может быть, твердо быть уверены, что это не подделка и что это не обман. Огромное вам спасибо. Мы теперь больше знаем о китайских чаях. Я думаю, что сейчас я побегу в магазин. Спасибо вам. А нашим зрителям напомню, что каждый из вас может стать участником программы «Советник». Делитесь с нами своими историями, проблемами и радостями. Адрес сайта вы видите сейчас на экране. Новый день поставит перед нами новые вопросы. И вот о чем мы расскажем вам завтра. Все еще не нашли развлечения по душе? Опера «Близмосады». Концерт «Риф Коэн». И многое другое, самое интересное, что ждет нас на будущей неделе. Завтра в программе «Советник». Ваше здоровье. До завтра.